добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о наставничестве и очень важная тема сегодня я хотел затронуть это ответственность ответственность наставника мы говорили о его полномочиях на то есть на что он имеет власть и так далее но если власть не имеет определенной ответственности определенной подотчетности то она скорее всего будет узурпирована то есть скорее всего он все-таки ее превысит и и так далее поэтому когда вы выбираете себе человека которому вы хотели бы предложить быть вашим наставником обратите внимание на две вещи об одной из них я уже говорил посмотрите насколько его жизнь посвящена господу но вторая вещь как гарантия того что он никогда не перейдет черту является ли этот человек сам кому-то подотчетным то есть если у этого человека наставник если у него кто-то кому вы можете прийти пожаловаться на него сказать мой наставник он ведет себя неправильно это очень важный принцип он очень хорошо изложен одним из евангелистов помните историю сотники который пришел к иисусу его рекомендовали и он просил о своей дочери и он иисус увидев благочестие этого человека услышав те рекомендации которые ему давали он собрался пойти к нему в дом но он его остановил и сказал стой 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 я подвластный человек и поэтому я могу приказывать другим и они исполняют то что я им говорю и вот здесь очень важный библейский принцип я сам подвластный человек то есть я сам подотчетен кому-то и поэтому у меня есть власть которая работает очень важно когда-то я делал на эти такой опрос среди топовых пасторов я задавал один простой вопрос если у тебя кто-то кто придет к тебе и скажет не делай так не поступай так не ходи сюда и не проповедую вот на эту тему и ты послушаешься даже если тебе покажется что то что он говорит нелепо и да большинство из этих людей ответили что такого человека нет в той или иной мере один из них сказал у меня много наставников это этот этот и он стал называть имена известных на тот момент служителей другой прямо сказал зачем меня прямая связь с иисусом и на сегодняшний день он уловленный в прелюбодеянии в супружеской измене пытается спрятаться нет если мы не имеем над собой наставника то наша власть не будет легитимна это одна часть вторая часть она наверное в большей мере относится к тем из вас кто уже является наставником однажды один мой брат мой друг мой бывший лидер сказал потрясающую фразу я первый раз должен был проповедовать на большую аудиторию я очень переживал и я видел как он тоже переживает он подошел ко мне и он сказал мне фразу которую наверное буду помнить всю свою жизнь сказал запомни самым внимательным слушателем является господь он больше всего смотрит за тем что и как ты говоришь я тогда очень сильно испугался потому что все что я хотел сказать людям не казалось каким-то пустым незначительным я ушел молиться и бог меня утешил сказав еще одну фразу которая наверно топовая в моей жизни бог сказал я могу любую твою ошибку превратить свое благословение но тем не менее мы имеем дело не с бездушными аппаратами не с даже не там не с травой не животными мы имеем даже не с телами людей дело мы имеем дело с душами где любое неосторожное вмешательство может привести к фатальным проблемам мы можем что-то поломать и человек никогда в жизни не довериться кому-то другому он не сможет поверить богу потому что мы приходим от его имени на нас с вами друзья огромная ответственность особенно за самый важный инструмент который бог верил нам это слово и поэтому каждый раз когда мы что-то говорим каждый раз когда мы утверждаем особенно если это очень такие знаете резкие конкретные такие вещи безапелляционные от имени бога то я думаю стоит 20 раз подумать возможно нам просто показалось но если ты боишься бога если ты боишься что ты скажешь что-то не так если ты понимаешь что ты можешь ранее человека это рано наложит отпечаток на все его мировоззрение испортит ему жизнь ты в правильном месте именно таких наставников бог желает воспитывать что-то не так и и и и и и